МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир своего ТВ продолжает программа ОКО Государева. Совместный проект телеканала и прокуратуры Ставропольского окрая. Меня зовут Александр Бакалюк. Здравствуйте. Одним из эффективных способов защиты трудовых прав граждан является прокурорский надзор. Благодаря своевременному вмешательству органов прокуратуры удается предотвратить нарушения трудовых прав граждан. И вообще эта тема не теряет своей актуальности. Именно поэтому сразу после новостей ведомства мы продолжим диалог на эту тему. Прокуратуре Шпаковского района проведена проверка соблюдения охраны использования недр. Установлено, что организация осуществлялась добыча полезных ископаемых на территории самовольно занятого земельного участка без соответствующих документов. По результатам проверки директора организации и юридическое лицо привлечены к административной ответственности. Виновным назначен штраф. Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратуры района в адрес главы администрации Шпаковского муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения законодательства устранены. Также прокуратурой района проведена проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства о безопасности гидротехнических сооружений. Установлено, что в границах муниципального образования Цемлянского сельсовета расположено гидротехническое сооружение, право собственности на которое ни за кем не зарегистрировано. По результатам проверки прокуратура района обратилась в суд с требованиями обязать администрацию муниципального образования осуществить государственную регистрацию и принять гидротехническое сооружение на учет в качестве бесхозного. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района. Прокуратурой Ленинского района города Ставрополя поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Разбой», то есть нападение в цель охищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия с незаконным проникновением в жилище. Установлено, что виновность подельником незаконно проникли в дом пожилой женщины и, угрожая ей, получили от потерпевшей денежные средства. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил наказание лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Продолжаем эфир нашей программы. Свою актуальность сохраняет тема соблюдения законодательства об оплате труда. Граждане, к счастью, становятся намного грамотнее в отношении трудового законодательства. И все же сегодня в тему погрузимся вместе с Артемом Рабодановым, прокурором отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законностью правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ставропольского окрая. Артем Рабоданович, здравствуйте. Здравствуйте. Артем Рабоданов, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, законностью правовых актов управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Ставропольского окрая. Юрист первого класса. Окончил ГОУВПО Саратовская государственная академия права. В органах прокуратуры работает с 2013 года. Занимал должности помощника прокурора Александровского района, помощника прокурора Благодарненского района. Занимаемой должности с апреля 2019 года. Ну что же, заработная плата действительно становится частой темой наших эфиров. Под разными углами мы на нее смотрим. Какова вообще сегодня ситуация с заработной платой в Крае? Вопросы выплаты заработной платы на сегодня остаются особо актуальными для прокуратуры Края в целом. Поскольку много фактов связаны на территории Края с невыплатой зарплаты, выплатой зарплаты ниже установленного минимального размера оплат труда, либо выплатой заработной платы в конвертах, то есть серая заработная плата. На сегодняшний день, согласно официальной статистике, данных Росстата, задолженность по зарплате на территории зарплаты Края составляет 14,5 миллионов рублей. Это, которое официально задолженность. Но прокурорами выявляются совместно с инспекторами ГРО Роструда выявляется отрядная задолженность по зарплате, которая на сегодняшний день составляет 98 миллионов рублей. Среди них основную массу составляет задолженность по зарплате на предприятиях банкротах и на действующих предприятиях. Ну вот, да, вы сказали, цифры достаточно серьезные, это больше 100 миллионов рублей на сегодняшний день. Какие вообще меры приниматься для погашения этих задолженностей? И вообще, каковы результаты вашей работы сегодня? На следующий день в сфере оплаты труда прокурору выявлено более 3000 нарушений, в целях устранения которых принято более 3000 актов прокурорского реагирования. Про результатом принятых мер реагирования возбуждены 6 уголовных дел в отношении работодателей. Работа в данном направлении находится на особом контроле. В случае выявления фактов наличия задолженности по зарплате принимается весь комплекс мер прокурорского реагирования. И, как следствие, на сегодняшний день по результатам принятых мер прокурорского реагирования погашено задолженность по зарплате на общую сумму более 90 миллионов рублей. Ну, то есть практически цифра задолженности уже сокращается очень серьезно. А вообще, вот, конечно же, возникает вопрос, чем вообще связаны, да, подобные нарушения и какие из них вообще присутствуют в нашем крае? Зачастую нарушения связаны с недобросовестным отношением работодателей к данным вопросам, к вопросам вступления трудового законодательства. И в основной массе нарушения связаны, в первую очередь, со сроком выплаты заработной оплаты, с оплатой сверхурочной работы, с оплатой отпускных работникам, также в новой сфере. Много нарушений выявляются, в частности, связанные с выплатой заработной оплаты, ниже установленного минимального размера оплаты труда. Нарушения также имеют место быть, связанные с выплатой серой заработной оплаты. Поскольку вопросы выплаты серой заработной оплаты, они в ходе проведения проверок являются особо актуальными и тяжелыми на предмет выявления, поскольку работники, соглашаясь на данную заработную плату, не понимая последствий выплаты данной заработной оплаты именно в конвертах, на момент проведения проверок отрицают те или иные факты, именно выплаты соответствующей заработной платой. Но данные факты выявляются после того, как возникает конфликтная ситуация между работником и работодателем. Когда работник получал на руки фактически одну заработную плату, впоследствии после конфликта начинает получать другую. Тогда возникают соответствующие жалобы. Но возникает, исходя из этого, проблема на процессе доказывания. Поэтому хотелось бы обратить внимание работников на тот факт в случае выплаты заработной платы в конвертах, что работники теряют в первую очередь возможность получения в том же размере заработной платы в случае конфликта с работодателем, а также на получение последствий соответствующих пенсионных накоплений, возможности получения пособия по нетрудоспособности, пособия в случае увольнения при постановке на учет в Центре Занятия СССР. В данном случае все эти пособия нечисляются, исходя из среднего размера заработной платы гражданин получают за последние как минимум 3 месяца. Официальные начисления. Если говорить про должность заработной платы серы в конвертах, как мы говорим, выплачиваемой, можно же ее как-то, если допустим, она и выплачивается, как-то все-таки ее прописать в трудовом договоре, допустим, или как-то все-таки официально ее тоже сделают, ну, допустим, часть там, да, на карту, часть в конверте, или же нет. И вообще на что стоит, да, внимание обращать в присоставлении трудового договора? Ведь там прописана заработная плата. В основном массе в трудовом договоре прописан размер оклада, получаемого работником. Не всегда та информация, которая содержится в трудовом договоре, по ней работник может инвестирует размер получаемой заработной платы. Поскольку заработная плата складывается из составных частей, это в первую очередь оклад, и также те прилегающие к данной заработке, именно это либо стимулирующие выплаты, либо иные выплаты, исходя из характера выполнения работы работникам. В данном случае следует обратить внимание работников на тот факт, что ежемесячно работодатель обязан предоставлять работникам сведения о размере заработной платы, которую прописывают лески оплаты труда, вот говоря простым языком, в которых прописывается. А тот размер заработной платы, да, платежные лески, лески оплаты труда, каждая организация, они называются по-своему, где прописываются соответствующие составные части заработной платы, которые включены в общий размер оплаты труда данного работника за конкретно отработанный период. Ну, то есть в любом случае такие листки должны быть каждый месяц, работодатель обязан уведомлять сотрудника в письменном виде о его зарплате. Да, это предусмотрено трудовым кодексом. Если таких мер, да, не произошло от работодателя, работнику, что может сделать работа сотрудника? Работник, естественно, может обратиться непосредственно к работодателю, потребуется соответствующий лески, поскольку это право работника и на получение нарисов и соответствующая обязанность работодателя. А также в случае отсутствия взаимопонимания между работником и работодателем, работник праве обратиться в гос. трудинспекцию, но на территорию нашего края шляет свою деятельность инспекция труда в Старопольском крае, либо непосредственно прокуратуру края, либо прокуратуру района, на территории которой расположена данная организация. Ну и дальше прокуратура края будет разбираться в конкретной ситуации и принимать конкретные меры. Естественно, в случае выявления нарушений будет принято соответствующие меры прокурорского реагирования. Ну и напоследок, что бы вы вообще посоветовали нашим гражданам, помимо того, что надо, конечно же, знать хорошо Трутовой кодекс, нужно знать свои права, когда мы устраиваемся на работу и, так сказать, не теряться перед работодателем, да? Ну, в первую очередь, посоветую гражданам в случае выявления каких-либо нарушений со стороны работодателя, либо пренебрежительного отношения к работникам, сообщать о данных фактах как прокуратуру, так и в Гострудинспекцию именно для принятия соответствующих меры реагирования. Также в случае получения работников заработного в конвертах работники должны понимать, чего они лишаются, каких социальных гарантий они лишаются в случае получения такой заработной платы. Поскольку официальная часть заработной платы, она зачастую работодатель устанавливает в минимальном размере, а неофициальная часть, она нигде не учитывается. И также в случае, не дай бог, в случае негативного характера с работниками, в том числе получения травмы на производстве, работник может лишиться соответствующих социальных пособий. В этом размере, то есть в размере заработной платы, которую он получал. Надо быть внимательнее по отношению к своему трудоустройству и к своей работе, знать, на что вообще рассчитывать. Да. Спасибо вам большое за то, что к нам пришли. Спасибо вам за ваши ответы. Надеюсь, увидимся вскоре уже по-другой какой-нибудь теме. Спасибо. В эфире была программа ОКО Государева. Будьте внимательны, знайте свои права. Увидимся на следующей неделе. В студии была Александра Бакалюк. Спасибо.